добрый день сегодня у нас что там у нас 0 3 0 3 18 как бы как не противно мне про эти выборы говорить все равно как бы навязанная тема коммунистам приходится сдачи смотрите нас там зовут на эти выборы вот люди которые имеют наглость претендовать на хороший почему я говорю имеют наглость претендовать вот смотрите с 1917 года вот по 1918 это столетие что эти люди делают они бьют себя лбом об стенку лоб в крови но неудачный удар вот следующий буду удачным до бабах бабах и вот так вот и че и потом что-то почему мы так плохо же почему мы так плохо живем но участвую кроме сады еще есть другая стенка госдепи тоже самое вот вот один в один ну госдепи это вот уилл стрит у нас это вот единственная страна никак груди не говорит страны которым не пахнет никакого социализма финляндия которая стреляла коммунистов как собак имеется ввиду ну как бы вот эта территория оказала яростное сопротивление они у нас устроили этот коммунизм вот этот финский спецслаб а у себя они не захотели почему-то коммунизма и как раз вот эта территория оказала яростное сопротивление наступление вот этим красным к мерам и кунвоебином джугашвили вскибе полпотовцам но всяким вот разным вот этому вот этим вот товарищ вот и понимаете какая ситуация вы его одну и известную какую также известно какое яростная если это социалистическая страна чё они так против джугашвили когда начал наступление на линию энергии чего это они так другу так начали сопротивляться они что же против частной собственности якобы и вот это груди не нищина вот это стремление груденинцев джугашвили цепь примазаться ко всему примазаться вот любой ценой вот как вирусом строится в чужую днк и вот как-то так вот за счет этого выжить или вот я могу сравнить почему-то мне коммунисты каких-то таких супер клопов что ли которых ну никак вообще нельзя вывести ну никак вот просто полный пипец только одно средство пиначет и есть вот такой по моему от клопов где-то я слышал такое есть средство пиначет по больше никаких средств не помогает вот и вот никакие дихлофос и ничего ну и посмотрите ведь в сущности их идеология это действительно паразитическое кровососущие присвоить то что нажито чужим потом и кровью вот там знаете вот они уцепились за то что там груди не вот это вот демагогия там что якобы вот там социалистические партии но чисто какие социалисты социализм подразумевает это промежуточная стадия коммунизма для и она подразумевает постепенное уничтожение частной собственно ни в каких скандинавских странах конечно это не пахнет просто там богатые страны которые основываются на частной собственности достаточно у них хорошие бюджета и они социально помогают по христианским каким-то канонам своим странам ну вот например германии есть например такая партия христианский демократ сейчас меркели уничтожает потихонечку эту партию название очень хорошая так сказать но она выхалащивает там вот считает что очень хорошо убивать там же радио какого-то группенфюрер бандеровцев группенфюрера бальцмана там убить 50 тысяч женщин там детей на донбассе это есть хорошо жечь беременную женщину в одессе тоже есть хорошо вот и вот как бы ну это вот идет какое-то вырождение но вот в сущности все эти партии никакого отношения к коммунизму к социализму солнце вот по сути своей никакого не имеет даже если они себе для красного словца и берут это если если они там социально коммунисты на самом деле то пусть пожертвовать свои вот эти вот депутаты социал-демократия скандинавская свои дворцы свои виллы в пользу как ну на кибуцы какие-нибудь на к создание канхозе и коммунии чтобы по-настоящему был но это же не происходит вот ну груди не на там кидает от кто ему китайский то ему это то тут тут китая примазаться скандинавии примазаться ну не знаю человек мечется видимо господин сорос говорит надо быть мобильным вы встраивайтесь везде учитесь у вирусов но как бы работа ну вот те кто нас зовут на выборы куда не назовут знаете сущности сто лет я говорю не выбирают бьются головой об стену сто лет они выдвигают вот пруд как бульдозер вот этих кого не и ничего не могут это мы счет а нас понедельник мама родила и могли бы жить да но в понедельник их мама родила понимает и и вот посмотрите сами по факту вот сейчас на выборах нету ни одного антикоммуниста и даже беспартийным исключением может быть составлял жириновским он как бы сочувствующий он плачет по поводу пострадавших этих гекочепистов вот этих упырей которые хотели устроить нам саду и гаморов то второй майдан 1917 года который бог знает чем мог бы кончиться так сказать может быть и распадом не только великой россии да ну и российские остатков российской федерации так на 15 частей распали и еще бы сейчас вот эти там строились начали бы свою кому не сделал колхозе у кому не у груди нищину и так далее людей этих не интересует откуда это как этот гурудинин состряпал вот этот собхоз на аренде ли земли или на выращивание земляники вот почему они которые выращивают тут в новосибирской области землянику ничего не у них дворцов у них не зарубежных щитов не ничего не понимаю понимаю наверно сорт земляники какой-то у грудинина совершенно другой там наверно ягоды вот такие вот такие блин а так горизонта до горизонта понимает вот ну и но я так перечислю чтобы может быть никто не давил собчак дочка знатного коммуниста которая ну как бы сказал назвала этот как бы русских генетическим мусором на так в основном ну вроде как она и себя тогда причислила ну я-то вот например не хочу с ней в одной команде вот и вот целый один процент который наверно согласен с этим голосуют за него ну один процент это почти миллион человек есть улите в голове что-нибудь причем ну конечно понятно там элитка за него пропин доска про газдеповская про это самый просоровская голосует но и же и простые граждане наверняка вот который наверное тоже с ней согласны когда она говорит что всякое быдло не должно ездить на как бы на автомобиль то есть это вот испанцы могут как которым достаточно заурядный диктатор еще в 62 году решил вот этот вопрос вот русских надо возить им в сарае как скотину вот ну как это у час происходит новосибирске чтоб они даже стояли вот так вот вот таковое мнение да ну там я про детей гаденышей там русских я не буду вспоминать это уже как бы наверно всем набила оскомину да вот ну еще и у нее вызвало ярость ярость что россия еще делает вот ракеты которые являются ну как сказать светочем вот гениальности сергей павловича королёва которого вот эти вот сурайкины вот эти вот такие же до братья по разуму да вот такие же груди не не сломали обе челюсти и чему собственно говоря и умер почему они там все время гадарин гадарин я только вот так начал вымогай выворачивать его руки на тогда стало чуть-чуть иногда стали упоминать королевого по зону по сабдеповскому зомбоящих а так даже фильм про королева был под каким-то псевдонимом ну там хорошо артист сыграл замечательный такой образ создал но как бы даже вот как бы чтобы не портить картину коммунистом чтобы потому что георгий константинович шукова очень удобно обливать грязью сваливать на него свою дебильность а вот на королева как-то неудобно вот если королева облить грязью тогда какие какие ваши достижения как говорят могу в американском фильме хорошо он плохой а вы то что создали вот поэтому надо как-то тут примазаться и как-то сделать королева задвинуть понимаете задвинуть лучше всего многочисленным употреблением гагарина гагарин гагарин он сам сделал без королева ракет и полетел и вот так все так теперь другой герой ну груди нет член кпсс пропагандиста вот вот я когда слушаю пропагандонство у меня уши вянут я узнаю вот этих вот лживых подлейших людей вот этих коммунистов годы застой среди которых я жил и как мир зася которых но вот и на каждом слове они врут врут и вот врут причем глупо и вот он вот у нас все было замечательно и в девяностом году если бы то у нас кругом были бы вот такие совхозы которые там у него под москвой и сделал давайте немножечко это что значит он трендит я перевожу на русский язык что оказывается вот это у него сейчас как он уверяет я уж не проверял там что средняя заработная плата у него у колхозников которых лишили этих их доли имущества до по тысячи долларов грубо говоря да значит тогда было у всех по 500 долларов до при бюджете ссср 50 миллиардов долларов у всех был тогда ковхозников по 500 долларов и вот тут вот антикоммунисты им все испортили понимаете им все испортили при том что они после девяносто первого года все валом поперли бизнес в рэйкет бандиты в депутаты половина думы там сидевшие коммунисты кому не везде коммунисты вот-вот что мы и да вот причем вот это вот прослойка вот вот пожалуйста я говорил о симбиозе госдепе коммунистов soil стрит который действительно построили коммунизм у них там по как способности ноль потребности масса и они удовлетворяют как паразиты за счет всего мира понимаете вот вот ну на клочке вот не в скандинавии а только на ойл стрит в госдепе я так ну как бы попал по простому назовем ну и передача госпожа собчак называется кости и вот скажите вот эти люди они не слабоумные которые вот за них я не говорю там про путина там про вот сейчас про критику там это все 5 10 ну вот а вот это вот они не полный пипец нам говорят ну да и там это путина уберем а вот еще в тысячу раз хуже еще крыма дадим опозоримся станем на колени разоружим зачем нам говорит ракет ну сушки это не не речь умной по-вашему вот этого вот этому 1 процент по вашему вы умные люди по вот это речь умного человека когда мы уже из-за коммунистов ну как сказать сели опять в лужу не хочу более грубых слов опозорились дело в том что когда мы сергей палыч королев вас ловил россию на все века поставил ее выше всех под через месяц коммунисты продали продали вот эти грудиницы вот эти сарайкин и сурайкин все это продали за за два гроша все вся 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 технология оказалась руках руках нашего геополитического страшного врага и вот я не имею ввиду американский народ а вот как раз вот эту коммунистическую клику возглавляемым там соросом локхидом ну и прочим вот так сказать империи зла обитель зла вот и вот это получается вот такая ну и вот и она как бы вела передачу гузи то есть ну вроде как шутка а на самом деле по существу она и прямой есть представитель госдепи наверное у этих людей склероз как у нее нашли 3 миллиона долларов разложенный под пакетиком и скажите мне пожалуйста надо быть дурачком чтобы не понять может быть это на нашего следственного кто-то наших следственных органов не понимает что это сто процентов для вот этих всяких оппозиционеров типа немцова типа вот этих типа вот этих тюткиных там и прочее да чтобы вот это все кипело шипела бурлила и так далее вот но согласиться с другой стороны с действительно ну вот кто многие там как бы говорят что вот путин такой такой вот замечательный правильно что у него там масса что он как сказать но довольно выгодно смотрится на фоне западных жалких лидеров ну допустим что я могу согласиться ну и что если он себя окружил болото вот смотрите екатерина же бы она была не вот я говорю там ситуация там этот мальчик кричит а у тебя медведя поймал увидел сюда а он меня не пускает понимаете то есть и власть его ограничено вот этим олигархатом кому кому нячим понимаете это заблуждение что считать что он может чего хочет момент они ему голову отвернут если будет что и не так потому что он ну как бы такие системные ошибки то есть это не петр первый это ну может быть стиль прагматика стиль правление екатерины второй до которая сейчас был фильм до кровавая барыня да но с одной стороны она выдвигала действительно массу выдающихся людей да а с другой стороны она в отличие от петра полностью распустила дворянство полностью но если через через дворян были да вот там рядом да даже в этом фильме показано был помещик вообще отпустил князь до своих своих так сказать крестьян как бы даже заботился о них там пято-десято а были ну вот действительно были такие вот коммунистического склада как салтыкова потому что я вот когда этот фильм я понял что 40 сказал что вот надо вот этот вы именно в этот момент показать вот этот фильм я под понимаю это я не отрицаю так сказать художественное как бы ценности там екатерина интересно показано да вот вот ну я чисто понимаю что и почему именно в этот момент для создания какого-то вот такого коммунистического гольф стрима такого-то понимаете потому что хотелось бы господину сороса выступить в роли господина парвуса и устроить супер майдан понимаете образца 1917 года вот ну и вот это стиль правления прагматиков прагматика то есть как екатерина почему она не трогала дворянство может быть она где-то видите там насочиняли фильме чью ерунды какой-то что какая-то помещица вела супер царица и который побаливали ли страны европы значит а какая-то помещица там какие-то кем-то письмом и в городу дону смешно конечно но сама то вот ну вот знаете вот я когда видел когда вот зарывали вот крестьян да там убитых вот представьте сколько вот такие братья по разуму сурайкина вот так же в грязь заключенных вот ведь на русских людей крестьян как они их выкидывали в лес вообще да там то эти ты хоть крестьяне где-то в сбежали а тех в голое поле в тайгу в тайгу куда-нибудь там понимаете там в архангельской области 8000 из-за таких как сурайкина из-за таких как грудинин вот у нас сегодня нам говорят вот один совхоз который неизвестно как неизвестны способы не раскрывается почему рядом совхозы там вот это не внедряется почему в новосибирской области где коммунисты путем обмана подделки выборов до фактически фальсификации изменит это вот как идет игра в шахматы а вам взяли и и взяли и сказали а вот теперь тура ходит так а ферс вот так вот ходит афеля бомбируем вот эту фигуру вот так вот так потому что у нас коммунисты не побеждали как они лбу но кремль сказал надо чтоб новосибирске победили коммунист локоть вот и вот у нас здесь не наблюдается но оказывается мы забыли что годы застоя там было масса что оказывается мы не производили масса вот эти грудинины в массовом масштабе отравленную картошку которую мы перебирали вот профессоров академиков сгоняли как скотину и они там отбирали гнилую пропитанную нитратами картошку по которым травили а в массы грудь вот такие грудинины в массовом масштабе населения почему и уровень жизни там был 62 года до позор а сейчас но путин составит вопроса 80 года ну это еще еще будем долго долго идти к этому вопросу когда уже в маленькой японии вообще который нищий так сказать вот уже 82 ток а мы еще к 80 будем плестись вот ну вот такие цели задача вот по поводу ну опять таки вернули не вернемся к дочке коммуниста собчак говорит ракета нафиг это на ну вот это вот так вот они спустили вот эту технологию и началась и прессе где-то я еще в застойные годы но у нас же такие насущные проблемы ну зачем нам этот космос это же много денег мы могли бы сожрать эти деньги построить себе виллы пота ну вот примерно вот такая к подоплека суть якобы перевожу все что они на русский язык говорить и с коммунистического на русский вот и значит ну а давайте посмотрим что но и в результате куна космос брежневщина начала меньше 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 денег не посмотрите какими мы идиотами с вами выплыли то есть место того что мы еще в шестидесятые в шестьдесят пятом году могли создать свою первую джи глонасс да и мы были бы первые и американцы со своей gprs никому не бы не были бы нужны как быть часть коммунист а кому нужны вторые если вы были олигофрена вот и вот вы вас миллион человек за этой собчак вот и она говорит нафиг там ракеты пальцем там своим будет там дурацким то вот и знафиг нам эти ракеты там 5 10 а ничего что американцы до сих пор ходят кланяться их и готовы уже закрыть свою мкс потому что у них нету королевских двигателей потому что гений королева когда-то александр суворов сказал царь петр наш жив но мы можем сегодня и сказать про сергей павловича как как королеву наш гений же он и сегодня помогает великой россии исправить нашего народа то что мы натворили то что мы на пакости что мы искосячили все что наши предки тысячу лет создавали трудом кровью великими я просто слышу сейчас опять пропагандонство массовое мы были бы чуть не пал петербург как позже ты мочи враг был рядом с петербургом а вы карту открывали враг всегда стоял рядом и немцы не раз предпринимали атаки на петербург но каждый раз натыкались на балтийский флот который и в том числе на контр-адмирала колчака который гасил их там как вот как папироску об стену вот и все вот но это понимаете это слабоумие понимал ну взяли мио и минск взяли ну и что у кутузова взяли москву вот москву сколько раз брали а вот петербург ни разу не брали напрасны ваша забота бы а вот вы это вы это сурайкины вы грудинины по уничтожили флот и это наше счастье просто проведение защитила нас что париж непал что вот вам не удалось и не на все ваши старания гнусные поганые разложите русский корпус во франции оон закрыл париж я хочу сказать также вот я многие что они эти грудинины и что это что эти сурайкины что это предатели что это иуды земли русской я много аргументов приводил чтоб они не отмазали себя как черного кобеля добила да но я хочу сказать вот кроме того что австрия готова было вот вот вся дня на день почему еленин писал на революцию сейчас потом будет поздно вот дело в том что еще по сразу после заключения вот этого вот этих вот это дурацкого вот этого мира в полном масштабе вступила войну сша потому что увидела что уже можно собирать как-то что каштаны из огня уже россия натаскала что ей вот россия там осваивала своими костями аляску америка это прибрала тем вот и учился вот в первой мировой торт точно такая же ситуация ты получилась вот и она со дня на день с сша даже хоть они конечно там костьми не легли от ну так чуть-чуть повоевали но все равно же это держава есть держава это уже тоже гирька на нашу победу на то чтобы черное море было внутренним так сказать морем чтобы тогда бы там плавали ну наши только и турецкие корабли а турки сейчас пропускают всех у них ума вот к сожалению на какой-то одно то чтобы с нами договориться не думать о над а думать о том какие фантастические возможности нам могло бы применить нести сотрудничество на черном море но это как бы будет другой разговор вот ну дальше там еще этот к и блинский да вы скажете спасибо владимир вольфович он высветил этот вопрос внучок чекиста который участвовал вот в этих всех сверстов а его внучок у дю оказывается антикоммуне ну надо же антикоммуне ну только только как и коммуне за раздрай за раздел империи и потом потом вот после того как он развалит отдаст крым там донбасс там устроит резню бандеровцы там пиндоски и наймиты он нам устроит там такую медицину такое все начнется так все будет супер-пупер вот дальше все пойдет так хорошо вот только надо немножечко унизиться немножечко стать на колени перед внучком чекиста боты коммуниста и и тому подобное то есть гайдар номер два вот господин сурайкин есть жалкая лично ну я просто потом вот у каждого политика должна быть как будто все-таки голова какая-то вот наверно было придет что олигархи вот эти взбесившиеся да вот эти коммунисты и кровчуки кучем и сын вора и коммунистов вальцем что они когда они объединятся когда не загнут в угол что они могут сотвориться со страной что они вот творят и конечно еще может быть девяносто шестом где-то году когда была возможность привести как бы сказать нашего наполеона да как человек который бы разбил их даже в соотношении один к десяти ну я имею ввиду генерала лебедя вот тогда еще можно было говорить о том что вернуть масса масштабе так сразу все награблено это еще может быть тогда был момент но русские просидели они давали больше коммунистов кучу кого не на хочешь кому не на езди как скотина как скотина езди в этом сарай пусть тебя как вот скотину возит на тебе коммунизм вот но не хочешь а если не хочешь чуде да ну идет конечно пока вот эти вот грудинины сурайкин до которого интеллект сколько у него интеллекта это вот на лице очень хорошо видно вот и кроме того что действительно вот то что ладно там они вывозят у вас коммунисты редкоземельные цветные металлы нефти алмазы и прочее прочее они вывозят это ладно бог с ним но еще кроме этого от вас постоянно бегут красивые женщины русские красивые потому что они не хотят сушить больше не сурайкина не грудинин и вечное коммунистическое будет 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 и никогда есть вот этот грудинин же не взял свой метод и по всей стране не сделал а уверяет что у него там в его поместье где у него 44 процента якобы все хорошо и не проверяйте верьте мне на слово 4 года я к вам ни с чем не шел по пофиг мы мне все были а сейчас вы мне очень на какой-то я думаю короткий период понадобились то вот ну и а ты вот этот коммунист который бросает картиночки к коллега френу туда разбрасывает и все время дебильно спрашивает а я а что титов а что титов а что титов другой товарищ там тоже не хотя вот за русское движение так сказать выступает за то что но какие-то правильные слова говорит господин бобурин да тут тоже состоял в этой кпрф тоже хотел колхозе коммунии из которой ничего не получилось вот и вот ну и миллиардер титул которые мы не знаем я не проверял но я уверен что тоже или комсомольские работники или этот самый или коммунист бывший и иван как как и как все оказалось что все коммунисты талантливые бизнесмены а все антикоммунисты все кто боролся с коммунистическим режимом они все не бизнес они все не могут у них всех не получается а все все надо идти на поклон коммунистам дай в аренду помещения дай там кредит у коммуниста возьми то у коммуниста возьми это вот вся вот как сейчас примерно бандерляндию без бандеровцы коммуниста какой-нибудь лохудры там этой фариан ничего не получишь ну есть конечно у нас появились какие-то новые люди новые какие-то профессионалы но может быть и мы вот я вижу у меня вызывает пока вот мария захарова ну приятно грамотный человек я могу с ней расходиться но приятные слышать и как сказать великолепные аристократические манеры и все но вот у нас безумно мало таких и чиновну кого ну вот из конгресса русских общин пришел это то у нас военный работе ну да да вот немножко военно-промышленный он комплекс при нем действительно поднялся как-то до смерти они напугали дональд кук вот но вот именно это и вызвало ярость так сказать госпожи собчак почему-то именно этот чиновник у нее прямо злоба она и зашла вся злобой желчью то вот эта дочка коммуниста вот так вот реагирует вот вот за это все голосует целый миллион граждан так сказать ему вашу бы энергию до мирных целей вот истрачено масса денег истрачено на что вообще непонятно на что вот парочка кандидат вот мы все недостойны чтобы быть кандидатами потому что у нас же даже и по одному миллиону зеленых то нет чтобы там зарегистрироваться чтобы как-то пройти эту дебильную систему коммунячу к этому придумали да вот вот те методы к демократизации нашего общества которые предлагал я а да ну вот ну вот из всех их вот пока там шиковала пока господин груди ним переводил свои бабки в иностранные банки у нас умирала бабушка в донбассе который пережила три голода бандеровцы за базов замучили и организовал голодоморда у грудинина конечно не было недосуг вот этими вещами это помогал там анатолий шар и ну и вот лидер движения антивойна до ты но я там есть еще это оставлю вот они там люди частные люди ну какие-то привозят деньги продукты как-то старается помочь а вот грудинецом они только рассказал ой какой-то конвой мы там послали якобы там пятое-десятое ну как конвой не вообще никак не помогает вообще как будто их и нет вот почему бы как шаре не приехать и на глазах просто вручить деньги вот которым не платят дни бандеровцы пенсии не наши коммунисты не платят пенсии ничего вот и конечно вот в этих программах никому даже в голову не пришлось предложение что давайте просто начнем платить пенсии людям там донецке в луганске ави и все это будем рассматривать как долг государственный долг бандерлянде которые они должны будут вернуть и всех их и чиновников которые тут пытаются черты там провести переехать границу россии будем раздевать догола в целях так сказать компенсации вот этого это так просто сделать вообще используя государственную власть государственные полномочия но а вот эти коммунисты которые вот окружают а вот путина до совершенно у них там свой бизнес бандерлянде у них свои там бабки у них там зави они конечно это делать не будут они не будут проводить а вот его политика вот прагматическое тогда как у катерины второй почему она не выступала не дала по башке там вот таким как салтыкова там прочее там нет и надо было довести все до какого-то предела до чтобы там среагировать потому что она была не знана и была немецкая царица на было полу легально на русском престоле она побаивалась точно так же как побаивается путин вот всего этого окружения все это олигархии вот это еще международная олигархия там точить зубы то есть то есть они нам вот как крысы окружили и ничего не дают реализоваться поэтому вот в рамках вот этих выборов ну хотите идите вот ну ну если я в я туда точно не пойду но как бы если пойдете мы можем на знаете но проголосовать за жириновского если кто-то волнуется допустим я знаю потому что пойдет почему ну за дело вот папа подарился из двух своих роскошных автомобилей он один подарил вот на военные нужды новороссии вот это делу вот 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 за это можно понимаете может быть и напугать вот хоть хоть как эти то эти жкх он там выступил как там может быть удастся это все потому что это обнаглели в конец обнаглели хотят ведь еще посмотрите по вот эти коммуника коммунистки и воровки которые сидят вот в основном в этих управляющих компаниях не что делать они вот регион такой-то регион под здесь побольше зарплаты и у них три раза больше доход а вы тут причем люди там ну допустим не в добывая они хотят участвовать в прибылях прибылях они хотят а работа же там тоже самое понимаете то есть богатый район где-то ведь а и ниже всем поперек горло поперек горло наши граждане но я не хочу сказать что вы русские хорошие жкх плохие вы сами вы сами вот как эти крепостные крестьяне вот вас там хорошо показали да вот все время там вас там продают там залог оставляет а вы только нам хлеба не надо работу давай вот и вот в этой ситуации как бы так я не додумаю что есть какой-то смысл я смысл а вот какие-то реальные дела вот вот ну допустим сайт антивойна да там но то реально помогает вот они какое-то движение никакие какой-то ряд лучше маленькие но реальное дело чем какая-то болтологии чем какая-то участвует каком-то вот в этом вот каком-то балагане фестивалей но не знаю как там это все это назвать не суть важно то есть вот короче говоря лично не пойду не не рекомендую никому то что и еще грудинин за те кто не пойдет враги там и враги с тобой по любому я таких за людей не считаю и врагами он на нас обидно ну надо же тогда внучок маркса нас врагами сатаниста маркса да который говорил что россия это даже не россия он говорит славяне навоз истории вот вы те кто бегаете за сарайкин ими за чуть кинами за грудинин ими вы наверно согласно с этим да не дать нельзя вы согласны с ингельсом который говорит что если убивают русских неважно по какой причине это уже супер есть хорошо замечательно что процесс идет благотворный процесс вот все это вот если все это проанализировать становится понятно почему вот эти рокфеллеры там шихты вот эти вот сурас и вот эти все локхиды вот тащат нам вот это вот добро и почему-то все это счастье они желают нам но не хотят это в америке потому что в америке они немедленно вешают коммунистов но вот ну кроме тех которые конечно союл стрит который действительно по построили коммунизм на кусочки территории ну другие им коммунисты совершенно незачем ему не хватает и так ресурсов чтобы удовлетворять все их потребности то есть и там то этот коммунизм как бы каких-то райка рамках то есть потому что как бы полный коммунизм противоречит законам математики если какой-нибудь балбес в движении там сурайкина движение груди не на об этом подумал об законах математик как это сказать а знаете все что противоречит законам даже тут арифметики но математики все будет опрокинут все будет опрокинута как неправда все это выльется все равно в обман и получится как в песне градского статистических отчетов оказалось и моча продолжим Продолжение следует...